Вот уже 8 лет в поселке Черкасов существует рок-группа Second Life. За это время она успела обзавестись многочисленными поклонниками и даже поменять свое первоначальное название. Изначально группа называлась «Восхождение». Сегодня с нами гитарист группы Дмитрий, вокалистка Женя и клавишница Ксюша. Дмитрий, расскажи, пожалуйста, когда и при каких обстоятельствах появилась на свет ваша группа? Как сформировался ее первоначальный состав? Ну, первоначальные корни создания группы уходят в далекие школьные годы, когда я и наш соло-гитарист Дидемки Евгений слушали группу Король и Шут, фанатели от нее, естественно, хотели быть такими же мощными, интересными музыкантами, но играть мы, к сожалению, не умели. Долго вынашивали такое название. И однажды попали на концерт, не помню в каком году, в 9 классе, ну как раз таки в 2008 году, на концерт группы «Тот берег» на стадионе, это был День молодежи. Там мы услышали их живое выступление, песни из репертуара группы Король и Шут. Ну, естественно, загорелись и тут же как бы решили создать группу. Состав формировался спонтанно, то есть я, Женек там и еще мой товарищ из училища, я тогда в училище учился, мы пошли в филармонию, к Сиды к Сан Санычу, который нас принял, ну и в принципе как бы мы начали репетировать, работать. Женя, а что ты можешь вспомнить об этом этапе? Я об этом этапе вспомнить ничего не могу, потому что я появилась позже. Я пришла в каком году, Дима? Года три назад? Ну да. Года три назад меня пригласили попробовать попеть с ребятами на пару мероприятий, просто нужен был женский вокал, вот, а потом я как-то прижилась и стали работать вместе. То есть по поводу состава, это как бы такая нестабильная ситуация, он на протяжении 8 лет постоянно менялся, к сожалению, с басистом постоянные проблемы, там то с барабанщиками, то с певцами, никого не найдешь, очень сложно. А почему вы решили назваться именно Восхождением? Ну, мы два года как бы, за два года существования подбирали себе название, то есть мы работали, играли, играть-то толком не умели, но потом, когда уже что-то стало получаться, там, нас подталкивали выйти на сцену уже, естественно, нужно было название. Вот, и что-то так вот сподвигло выбрать из латинского словаря что-нибудь. Я ковырялся, лазил в названиях, и попалось такое асценсио, с латинского Восхождением. Ну, тогда мы как раз уже присоединились к ТОС-Черкасов, и как бы старшие товарищи не одобрили такое название, потому что люди не поймут, как-то это странно. И как бы по-русски Восхождение вроде бы подумали неплохо, и решили восходить с таким названием. Следующая песня называется «Маэстро-гений», это наша песня. Играла сын, словно бог, белая честь поэста, «Маэстро-гений», это наша песня. «Маэстро-гений» 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 ПЕСНЯ 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 Другие планы появились И нужно сделать новое название И Second Life, в принципе Вторая жизнь, новая жизнь Для нас это стало Каким-то началом другого этапа Абсолютно Группа меняется с приходом другого человека Какого-то нового То есть он приносит свои идеи И немножко направление может меняться В зависимости от того, какие мысли На этот момент нас посещает Плюс восхождение мы оставили в прошлом Потому что это детство было А когда мы что-то уже научились играть Какие-то аккорды выучили Решили, что нужно начать Новое творчество И естественно с нового названия Кем являются участники группы Вне музыкальной жизни? Где работают, где учатся? Как бы Вовка Барабанчик Он на данный момент проживает В Волгограде Работает где-то там Что-то с лифтами связано Женек, соло-гитарист Он на данный момент учится в Институте искусства и культуры Он закончил факультет социально-культурной деятельности Сейчас он обучается в колледже На вокалиста, на эстрадную вокалиста Кто там у него еще? Кто там у него? Леша Леша Ну и работают они предприниматели Да, у них там своя структура бизнеса Я лично учусь в том же институте Сейчас на пятом курсе заочном Работаю тоже в своем малом бизнесе Ксюша у нас студентка Учительная режиссера массовых мероприятий в этом же институте искусства и культуры на третьем курсе Я работаю, в основном занимаюсь либо общественной деятельностью То есть в Шеркасов Ну и группа тоже занимает большое значение Вы одна из немногих калачевских групп Кто имеет в репертуаре свою собственную песню А кто из вас их пишет? Или они рождаются как-то в процессе коллективного творчества? Песни в основном пишу я То есть я пишу их дома Сначала текст Ну то есть вообще в принципе процесс он как протекает То есть взял гитару Наиграл какие-то аккорды Какой-то мотив напел Тут же рождается текст И там буквально за 10-15 минут Рождается песня Ну это как бы идеальный расклад Бывает иногда песню вытягиваешь из себя Ну то есть по сути для меня песня это как некий дневник То есть я не имею цели в них там до кого-то что-то донести То есть я пишу чисто вот Что меня беспокоит Какие-то свои радости Какие-то переживания, боль И потом как бы вот эти демо-версии Которые я записываю дома Приношу Репетиционную базу Где мы уже группой до конца их аранжируем Что-то придумываем Ну в принципе как-то вот так А сколько собственных песен сейчас группы на вооружении Что-то, блин, так почитает Что-то десяток где-то песен приблизительно Я так не сосчитаю Ну как бы они требуют там некоторые песни доработки Некоторые в принципе можно бы было уже и записать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие группы исполнителей послужили отрывной точкой Для вашего творчества? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, именно, как бы, изначально, это, естественно, группа Король и Шут. Вот, ну, это, как бы, с этого, то есть мы начали, переигрывали их песни, а потом уже в дальнейшем, в написании, допустим, нынешних каких-то композиций, это, естественно, монстры, рока, естественно, Металлика, Джудас Прист, это из зарубежных, там, и Найт Виш, и Рэмштайн, как бы, а из российских тоже гораздо много, то есть Ария, Цой, Алиса, Кипелов. Не, ну, надо сказать, у нас в группе достаточно разнообразные музыкальные вкусы, у нас все слушают разную музыку, и частенько бывает такое, что когда аранжировка какой-то новой песни, начинаются небольшие... Ну, наверное, нагласия. ...кто-то хочет сделать более приближенно, там, к хэви-металу, кто-то, там, хочет романтизма немножко добавить, ну, и в итоге получается что-то такое смешанное, уже наше. Ну, просто была ситуация, в Одноклассниках, там, как раз с телевидения ваш репортаж опубликовал ссылку с Ютуба, и там, как бы, женщина, не знаю, написала, что вот, типа, вот, у вас узкий круг, там, вы смотрите через замочную скважину, как бы, на мир, ну, у нас был, да, план сделать концерт памяти горшка, но на самом деле мы, как бы, не циклимся на Короле Шут, то есть мы слушаем очень много, как бы, и не только рок. Я очень, допустим, например, классику люблю, там, джаз люблю, этническую музыку, то есть, не знаю, люди просто не понимают. И, как бы, советуют нам советскую музыку слушать, хотя, на мой взгляд, как раз-таки это замочная скважина, диктаторство и всего прочего. Нет, талантливые люди есть в любом жанре. Ну, безусловно. То есть их приятно слушать, даже есть там та же популярная музыка, где очень талантливые, сделаны песни, очень красиво, их приятно послушать. И, там, несмотря на то, что мы, там, рок-музыканты и все такое, мы должны слушать только рок, это вред. Мы слушаем очень разную музыку. Ну, да, тем более, как бы, упрек звучал то, что, вот, там, типа, группа Короли Шут содержит, там, песни с суицидальной наклонностью, там, и все такое прочее, как бы. Ну, мы не виноваты, что люди, там, не знакомы с образностью, там, с метафорами, да, литературными какими-то оборотами, то есть, это, ну, настоящий фольклор, то есть, ну, здесь нету никаких прямых, каких-то скрытых подтекстов. Видимо, если кто-то ищет суицидальную наклонность, то он ее наклонит. Он ее найдет везде, да? Да, все верно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Подвалив зорно, грязный фольклор, он позовет нас за собой. Пойдем туда, где старый дух откроет сказки и шагут. Увидим снова лесника, лесник поправо и пришел сюда, А рядом сновы не спускаю, всех мишек песни заживаю. Субтитры создавал DimaTorzok Судный вопрос, без которого не обходится ни одно интервью. Какие дальнейшие творческие планы у группы? Во-первых, работать, работать, еще раз работать, это безусловно. То есть уровень всегда нужно повышать, тем более, когда его немножко не хватает. Вот, ну, планируем как бы доработать песни, доделать до конца их и попробовать что-то записать, там, пару-троек песен, попробовать как бы сюда в этом направлении, что из этого получится. Ну, а дальше жизнь покажет. А есть перспективы планы по выпуску своего альбома полноценного альбома? Ну, он скорее будет любительский, этот альбом, потому что, как бы, сами понимаете, сколько это денег стоит, что что... Демо-версия. Ну, да, как бы, демо-версия, возможно, записанная в домашних условиях, там, с помощью собственных сил, так сказать. Ну, потому что, во-первых, сами понимаете, сколько нужно времени и денег, чтобы записать качественный, профессиональный альбом. Ну, и связи, конечно, не без этого. Ну, будем стараться. Будем ждать. Спасибо. Ну, еще можно сказать. Мы совсем недавно подружились с российскими мотоциклистами. Есть такой клуб «Ночные волки», есть у нас калачадили, донские садники. И ребята нас приглашают сейчас в Бугоград выступать в мото-клубе. Я так надеюсь, что у нас это получится, ну, примерно в ноябре. Так что, ребят, следите за нашей группой. Приглашение, афиша будет высланы. Будем ждать вас. Спасибо вам за интересную беседу. Всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.